Добрый день, уважаемые соотечественники! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И вот Никита из Херсона спрашивает. Николай Янович, годовщину Майдана, как вы можете охарактеризовать действия киевской власти, что не сделали за этот срок? Уважаемый Никита, ну вообще-то вам там видней. Вы же находитесь непосредственно в Украине, в Херсоне. И вы сами можете оценить, что эта власть, так называемая, сделала за эти пять лет. Я же хочу по поводу этой годовщины сказать вот что. Решение, которое было принято нашим правительствам, отложить подписание соглашения, было вынужденным. Оно обосновывалось целым рядом факторов очень серьезных, которые влияли на нашу экономику. Я бы выделил среди них два таких очень серьезных фактора. Это первое, большое негативное сальдо торговли с Европейским Союзом, порядка 10 миллиардов евро. То есть европейцы продавали на наш рынок товаров на 10 миллиардов евро больше, чем мы поставляли в Европу. Таким образом, на 10 миллиардов ежегодно снижались наши валютные резервы. Это был очень серьезный угрожающий фактор для нашей экономики. И все наши попытки договориться с Европейским Союзом, выровнять это сальдо за счет того, что мы им предлагали целую гамму наших товаров. Железнодорожные рельсы, например, строите железные дороги, покупайте у нас рельсы. Железнодорожные вагоны, цистерны, да громадное количество. Когда еврокомиссар Карл Дегухт приехал к нам в Киев, мы с ним три часа провели, и я ему громадный перечень предлагал, обосновывал, давал технические характеристики, параметры. И на каждое наше предложение он отвечал нам «ноу, ноу, ноу». Второй фактор наших взаимоотношений с Европейским Союзом заключался вот в чем. Я хотел бы, чтобы вы вот вслушались и вдумались в эти серьезнейшие факторы, собственно говоря, действие которых и проявилось вот за эти пять лет. Оно было ясно, понятно, и оно проявилось. Второй фактор, чрезвычайно важный, заключался вот в чем. Что мы открывали свой рынок для европейских товаров, полностью отменяли таможенные пошлины, там, так далее, так далее. И наши предприятия, не прошедшие стадию модернизации, в основном еще все советские предприятия, 30-летние давности, 40-летние, 50-летние, вступали в конкуренцию с современными европейскими предприятиями. Совершенно очевидно, что вот при такой неравноправной, неравномерной, неравной конкуренции наши предприятия, наш рынок будет захвачен, да не столько даже европейскими товарами, сколько товарами, идущими через Европу, третьих стран. И наши предприятия будут закрываться. Сами поставьте, так сказать, вот себя перед выбором. Вы пришли там куда-то в магазин, да, стоит какой-то прекрасный телевизор, там, или какой-то там компьютер, условно скажем. Нашего, во-первых, отечественного нет вообще. Но если мы какой-то начали бы делать продукт, то вы наверняка выберете европейский, там, немецкий, например, скажете, не, немецкий более высокого качества, чем наш. А почему он более высокого качества? Потому что он современный, более технологичный и так далее, и так далее. То есть немецкое предприятие прошло в свое время модернизацию, а наше не прошло. Поэтому мы поставили условия нашим европейским партнерам. Ребята, мы открываем свой рынок, так дайте же нам компенсацию за это открытие. И мы за эти средства, этой компенсации проведем модернизацию. Выйдем на ваши европейские стандарты, будем конкурировать, а тогда этот рынок откроем. Логично? Логично. Так вот это логичное предложение у европейцев встретило такое вот, значит, скажем, сопротивление, что мы им там что-то предлагаем невиданное, как будто они не давали соответствующей компенсации полякам, например, прибалтом, например, и так далее, и так далее. Рынок свой просто так никто не открывает. Вы же сейчас вот знаете наверняка, что ведутся торговые войны. Вот два вот этих фактора, которые со стороны Европейского Союза и не удавалось нам снять. Мы решили отложить подписание соглашения до того момента, когда, например, европейцы согласятся на эту тему с нами разговаривать, а самое главное – согласятся изменить правила. Еще одно добавление, как чрезвычайно важное. Что мы поставляем в Европейский Союз? Откройте там интернет, возьмите да посмотрите. В основном сельскохозяйственную продукцию. Так не зря же они именно на сельскохозяйственную продукцию установили квоты. В начале квота на поставку пшеницы была 20 тысяч тонн. Это при том, что мы экспортируем 30 миллионов тонн. Ну, в результате настойчивых переговоров там квота была увеличена до 200 тысяч тонн. Но 200 тысяч тонн – это тоже для Украины никакой проблемы нашего торгового баланса не решает. Конечно, можно было установить различные препоны для экспорта европейских товаров на наш рынок. Но тогда зона свободной торговли, естественно, должна была бы отнесена быть на какой-то другой срок. Вот в этих условиях мы и принимали это решение. Наша так называемая оппозиция, я ее называю национал-предатели, они же не дураки все эти Яценюки, Порошенки, они же занимались своим бизнесом, они же прекрасно понимали наши аргументы. Но они пошли на откровенный ложь, рисуя людям, непонимающим, незнающим, какие-то перспективы изобилия, какие-то европейские пенсии, заработные платы. Вы вспомните, Яценюк с Майдана требовал от нас снизить тарифы на газ. Так мы же газ продавали, у нас тарифы были 680 гривен за 1000 кубов, 12 раз ниже, чем сейчас. Что же он не снижал, когда пришел к власти? Еще один момент, о котором я хотел бы сказать. Против нас была поднята дикая истерическая клевета и пропаганда во всех средствах массовой информации. И несмотря на то, что я сейчас говорю, практически теми же самыми словами рассказывал с телевидения, с экранов телевизора, например, я выступал на Интере, выступал на канале Первом. И приводил, беседовал с журналистами, говорил, ребята, скажите, пожалуйста, вот подписание соглашения, вы же молчите, вы не говорите этой публике на Майдане. А я говорю откровенно, что гривна обвалится. Обвалится не потому, что там якобы кто-то разворвал валютные резервы, как потом начали говорить все эти яйценники и все прочие. А обвалится потому, что долго выдержать вот такого негативного торгового сальда ни одна страна не может. На самом деле валютные резервы были в объеме 21 миллиарда. И вот прошло 5 лет, они до сих пор еще не поднялись до этой цифры. Они меньше, значительно меньше, чем я оставил их в январе месяце 2014 года. Но и более того, если у нас были 20 миллиард практически чистые резервы, то есть все наши, то сейчас в 16 или 17 миллиарда в основном это кредиты МВФ, которые необходимо отдавать. Но я остановился только на таких вот глобальных серьезнейших факторах, которые не решены за эти 5 лет. И они продолжают влиять на нашу экономику, приводя к дальнейшему снижению деиндустриализации, прежде всего, сокращению объемов промышленного производства. Да, где-то там экспорт зерна, там сельскохозяйственных товаров, там подсолнечного масла наращивается. Я не буду отрицать. Но для нашей страны это абсолютно никакого значения не имеет. Для нас важно промышленное производство. Производство с большой добавленной стоимостью. То есть то, которое способно обеспечить нашим людям нормальные зарплаты и нормальные пенсии. А вот влияние тех факторов, которые не были устранены, негативное влияние, оно осталось. Конечно, я могу добавлять еще массу моментов, чрезвычайно важных, которые легли в основу принятия решения. Нас все 4 года, пока мы работали, угнетал высокий курс стоимости газа. Ведь у нас работала вся промышленность, работала металлургия, работала химия, которая потребляла значительное количество газа. И мы никогда же не держали температуру в помещениях, в жилье, там 16-17, мы же держали ее нормальной, 21-22 градуса, к той температуре, которая соответствует нашей климатической зоне. Вот я тоже хотел подчеркнуть, чрезвычайно важно, там сейчас тоже много всякой болтовни. Но вот чрезвычайно важно, что когда на улице минус 20, то температура в квартире не может быть 17-18, как это там может быть где-то в Европе бывает. Она должна быть примерно там 21-22 градуса. И поэтому потребление газа у нас было большое, хотя мы его сокращали. А цена, стоимость газа тоже обуславливала наше негативное сальдо торговли с Россией. Порядка 5 миллиардов. Это были очень большие деньги. Да, мы компенсировали это негативное сальдо за счет торговли услугами, за счет торговли с другими странами. Но тем не менее, вот эти два момента, чрезвычайно важных, они привели к такому вот решению. То, что решение обернулось против нас, то, что был подготовлен государственный переворот, Вот сейчас уже, наверное, но только у кастрюли головок, у которых кастрюля срослась с головным мозгом, вот осталось мнение, что народ там вышел, что-то там решал. Ничего там народ не решал. Народ вывели. И с помощью народа, подставляя его, устроив расстрел на Майдане этого же самого народа, вот эта кровавая хунта дорвалась до власти. Вот такие результаты за пять лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова